Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги! Прежде всего, разрешите поблагодарить организаторов Конгресса за предоставленную возможность принять участие в столь значимом мероприятии. Естественная клональная эволюция происходит в процессе развития опухоли за счет внутренних факторов, а также факторов микроокружения. При этом в процессе лечения ведущим фактором выступает внешнее воздействие, то есть химиотерапия, таргетная или лучевая терапия. Так, неотъемлемой частью каждой опухоли является наличие различных точковых мутаций, структурных хромосомных аберраций, то есть в том числе амплификаций и дилеций. В нашем предыдущем исследовании, ретроспективном исследовании клональной эволюции опухоли молочной железы в процессе неодевантной химиотерапии, мы сравнили сейные генетического ландшафта опухоли до лечения и после проведения неодевантной химиотерапии. И выяснили, что существует три типа генетического ответа опухоли на неодевантную химиотерапию. Первый тип – это уменьшение количества мутантных клонов вплоть до полной эллиминации. Было зарегистрировано шесть случаев полной морфологической и генетической регрессии опухоли, и в целом данный тип ответа встречался у 40% пациенток. Второй тип – это отсутствие влияния неодевантной химиотерапии на мутантные клоны, так называемый феномен замирания опухоли. И данный тип ответа также встречался у 40% пациенток. И третий тип – это появление в процессе неодевантной химиотерапии новых клонов, несущих амплификации. Данный тип ответа был зарегистрирован у пятой части пациенток. Более того, было показано, что 80% случаев появления новых клонов с амплификациями в представленных на слайде регионах было сопряжено с развитием впоследствии гематогенных метастазов у пациента. В данных регионах локализованы, помимо других групп генов, и гены стволовости, эктопическая экспрессия которых может происходить за счет амплификации хромосомных регионов их локализации. Так, амплификации регионов локализации генов стволовости могут образовываться в опухоли как в процессе естественной клональной эволюции, так и под действием химиопрепаратов. За счет эктопической экспрессии генов, помимо прямого пути перехода опухолевой стволовой клетки в дифференцированную опухолевую клетку, показанную в иерархической модели Цедрика Блендплейна, существует и стволовой переход, то есть переход дифференцированной опухолевой клетки обратно в стволовую, которая и может впоследствии дать начало метастазированию во вторичном органе. Целью настоящей работы было изучение экспрессии генов стволовости в опухоли молочной железы до и после проведения неодювантной химиотерапии и оценка связи с гематогенным метастазированием. В настоящее исследование было включено 52 пациентки с морфологически верифицированным диагнозом рак молочной железы в качестве лечения, которые получали 4-6 курсов неодювантной химиотерапии, затем оперативное вмешательство и адювантная лучевая или гормональная терапия в зависимости от показаний. Дизайн исследования представлен на слайде. В качестве материала были использованы опухолевые образцы до и после проведения предоперационной химиотерапии, из которых была выделена РНК, для дальнейшей оценки уровня экспрессии генов стволовости при помощи обратно-транскриптазной ПЦР в режиме реального времени. Также была отслежена 5-летняя безметастатическая выживаемость больных. Результаты изучения экспрессии генов стволовости в опухоли молочной железы до и после проведения предоперационного лечения показаны на слайде в виде тепловой карты. Так было зарегистрировано, что в группе больных без наличия метастазирования до лечения гиперэкспрессированы были 4 гена. В группе больных с наличием метастазирования в опухоли до лечения гиперэкспрессированы в 2 раза больше – 8 генов. После проведения неадювантной химиотерапии в каждой группе больных количество частота гиперэкспрессированных генов удваивалось. Полученные данные показывают важное значение активации экспрессии генов стволовости для метастазирования опухоли. Полученные данные были также подтверждены при помощи микроматричного экспрессионного анализа. Так подтвердили гиперэкспрессию генов стволовости у больной с наличием метастазирования в опухоли до лечения и после предоперационной химиотерапии. Более того, в сигнальном пути клеточного цикла данной больной оказались гиперэкспрессированными 41 ген и гипоэкспрессированы всего 4 гена. В плане практического применения высокую прогностическую значимость показала экспрессия трех генов стволовости ОК3, ЛАТ и ЛАМИН-Б2 в остаточной резидуальной опухоли больных раком молочной железы. Так было показано, что при гиперэкспрессии данных трех генов у 69% больных было зарегистрировано возникновение гематогенного метастазирования. При этом при гиперэкспрессии хотя бы одного из представленных генов пятилетняя безметастатическая выживаемость составляла 94%. Чувствительность данного прогноза составляет 69%, специфичность 94% и диагностическая точность 82%. И заключительным финальным этапом нашего исследования было изучение экспрессии генов стволовости в двух первичных культурах опухолевых стволовых клеток и дифференцированных опухолевых клеток, полученных из операционного материала больной с наличием в опухоли амплификации регионов генов стволовости. Полученные данные первичной культуры были с использованием иммуномагнитной сепарации, и уровень экспрессии генов изучался до и после воздействия интерлекином 6. Так было показано, что и до и после обработки интерлекином стволовые опухолевые клетки и дифференцированные опухолевые клетки у пациентки с амплификациями регионов локализации генов стволовости экспрессируют данные гены на близких уровнях, что говорит о готовности дифференцированных клеток к переходу в стволовые. В результате проведенного исследования было установлено, что у больных с развившимися впоследствиями метастазами количество гиперэкспрессированных генов стволовости больше в два раза, чем у больных без наличия гематогенных метастазов. На основе анализа экспрессии генов стволовости ОК-3, ЛАТ и ЛАМИН-Б2 в остаточной резидуальной опухоли разработан новый прогностический фактор с диагностической точностью прогноза 82%. Дифференцированные опухолевые клетки больной с амплификациями генов стволовости экспрессируют те же гены стволовости, что и стволовые опухолевые клетки и на уровне близком к стволовым клеткам. Настоящая работа была поддержана грантом и разрешите выразить благодарность сотрудникам представленных лабораторий за помощь в проведении настоящего исследования. Благодарю за внимание.